Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех на нашей школе, посвященной мобильному приложению. Итак, наша школа будет посвящена мобильному приложению Jam. Цель нашей школы сегодня это закрепить тот материал, который был, посмотреть, какие новинки вышли в Jam, в новой версии. То есть, повторение того материала, который был на той же конференции. Я надеюсь, сегодня есть новички, которые не слушали предыдущую школу. Итак, что же такое мобильное приложение Jam? Для чего оно нужно? Мобильное приложение Jam это по сути мессенджер, позволяющий передавать текстовые сообщения, различные файлы, фото, видео файлы, то есть различную какую-то информацию. Все мы, скажем так, знакомы с компьютером, знакомы со смартфонами, то есть со своими телефонами, все мы общаемся в каких-то приложениях, те же скайпы, вайберы, кто-то предпочитает какие-то другие. Вот Jam хочет занять свою какую-то нишу во всем этом многообразии приложений. Основные требования Jam. Как и у любого приложения, Jam использует какие-то функции вашего телефона, и у него есть свои требования. Для его нормальной работы, для вашего, так сказать, стабильного общения, вашего использования этого приложения. Для того, чтобы Jam работал, нужно стабильное подключение к интернету. То есть через интернет проходит передача всех данных. Поэтому вы можете использовать либо Wi-Fi подключение у себя дома, либо Wi-Fi подключение в каких-то городских точках, рабочих точках, то есть бесплатных. Можете использовать мобильный интернет, но, скажем так, вы должны знать, что перед тем, как запустить Jam, вы должны включить интернет. Дальше. На вашем телефоне должна быть установлена версия Android 4.2 и выше. Что такое версия Android? Android – это операционная система, которая установлена с завода на вашем телефоне. Не каждый знает, где это посмотреть, то есть эту информацию. У всех Android есть, но никто не знает, где он находится. Чтобы посмотреть эту информацию, достаточно открыть настройки телефона. То есть выбрать у себя либо на рабочем столе, либо в меню настройка, то есть обычно обозначается шестеренкой, нужно найти пункт «О телефону». У всех он есть, вот нужно зайти в него и там выбрать, у кого-то будет в самом низу он указан, либо будет отдельный еще пункт «Информация о версиях», и будет написано «Версия Android» и какое-то числовое значение. Каждый должен посмотреть и увидеть, то есть если у него есть 4.2, дальше цифры не важны, и выше, то есть 4.3, 4.4, то есть эта версия Android подходит для джема, и он будет нормально работать. Если меньше, то, сожалею, но джем у вас может запуститься, но работать корректно не будет. Единственная версия, которая еще поддерживается джемом, это версия 4.1.2, но это должна быть заводская версия. Все мы знаем, что на рынке мобильных телефонов существует масса подделок, точно так же есть масса подделок в программном обеспечении, то есть какие-то версии, ну как мы не с китайской, то есть они будут либо урезаны, либо плохо работать, но если версия заводская, то есть 4.1.2, джем вполне на ней стабильно работает. Где же можно скачать приложение джем? Все нормальные разработчики мобильных приложений выкладывают свой материал, свое приложение, свои программы на общеизвестных интернет-ресурсах. То есть это огромные площадки, на которых есть мобильные приложения. Одна из таких это Google Play. Все мы пользуемся программными продуктами от компании Google, и вот у них есть такая площадка, где есть как и бесплатные, так и платные приложения. Конечно же, джем выложен на Play Market и находятся в общедоступной форме. Для того, чтобы скачать джем, нужно найти на своем телефоне значок Play Market. Обычно это такая белая сумочка с логотипом Google. Соответственно, мы включаем интернет, находим у себя значок Play Market и запускаем его. После этого у нас в телефоне отражается подобная картинка. Это один из скринов телефона, то есть, где написано Play Market, какие-то картинки, тысячи тысяч программ и где-то здесь находится наш джем. Чтобы найти джем, нужно в правом верхнем углу экрана найти значок экранной лупы. Это пояс. Открываем его и вводим простую фразу джем мессенджер. Если вы введете просто джем, будет много программ, то есть, ну, куда это словосочетание может входить. Поэтому, чтобы исключить всю, набираем джем мессенджер и по логотипу из двух-трех программ находим наш. Все мы знаем джем. Вот он выделен внизу у меня. Это такой красный кристаллик и вверху напис джем. Нажимаем на него и перед нами открывается непосредственно окно программы, где мы можем уже установить наше приложение. Для этого нужно нажать на зеленую кнопочку установить и запустится процесс установки. После того, как нажали установить, перед нами появляется окошко с принятием условий. Здесь описано, к чему будет доступ программы джем. Все стандартно, это есть у всех приложений мобильных телефонов. Нажимаем принять и идет скачивание установка нашего файла. После того, как джем скачается и установится, появится информационное окно, в котором можно будет либо удалить приложение, либо открыть его. Конечно же удалять нас пока не интересует, мы его просто открываем. То есть непосредственно с PlayMarket идет запуск приложения джем. PlayMarket закроется и откроется наше приложение. появится приветственное окно с джемом, с нашим логотипом. Далее. Если у вас происходит первый запуск приложения джем, вы для начала должны будете ввести туда свой номер телефона. Номер телефона, он же является вашим как бы логином. Для доступа к вам используется номер телефона. Точно так же вы можете заходить с любого телефона, с любого чета приложения джем, именно свой аккаунт, введя свой номер телефона, под которым вы зарегистрировали. Номер вводится в международном формате. Не нужно забывать, все должны знать, что мы должны набрать плюсик, код своей страны и номер своего телефона. Для России это плюс 790, для Украины это плюс 380 и дальше номер телефона. После того, как мы ввели номер, нажимаем кнопочку продолжить. Перед нами появляется пустое меню. Здесь я взял в слайде только верхнюю шапку, а так там будет просто еще зеленый фон, ничего информативного. Что из себя представляет верхнее меню? пока это четыре меню, которые включают в себя чат, контакты, избранные контакты и настройки. Все интуитивно понятно, все значки нам знакомы с программ, на самом деле все просто. Посмотрим меню контактов. Что здесь? Здесь есть такой своеобразный переключатель между джем номерами и между всей вашей контактной книгой. то есть там где все это ваша обычная контактная книга взятая из вашего телефона, в которой будут все номера и там же будут некоторые номера обозначенные логотипом джем то есть это означает, что у них есть установлен джем есть установленная программа джем они в ней зарегистрированы и мы можем непосредственно обращаться к ним из джем из джем то есть необязательно звонить просто на телефон. второе положение этого переключателя это выборка только контактов джем то есть мы видим всех пользователей наших которых мы себе когда-то уже добавляли видим их есть ли они в джем как добавить пользователя в правом нижнем ухолочке есть плюсик нажимаем на него и вводим номер либо вручную в международном формате либо выбираем из себя из контактной книги но опять же напоминаю если мы выбираем номер из контактной книги убедитесь перед этим что он в международном формате так как не все записывают у себя в этом формате контактные номера после того как вы выбрали номер он автоматически добавится сюда как нам отправить сообщение то есть здесь все просто опять же мы из нашего списка контактных номеров выбираем нужного нам пользователя и открывается вот такое меню здесь по идее должна быть его фотография если пользователь ее добавлял его номер телефона и два варианта создания сообщения первое это одиночное сообщение то есть одиночный чат только между вами и абонентом и второй вариант это групповое сообщение то есть вы выбираете этого абонента и потом впоследствии можете добавить еще и остальное как это делается если одиночное сообщение перед вами сразу откроется окно чата в котором вы будете писать свои сообщения и будут отображаться сообщения от вашего абонента и групповое сообщение то есть добавится тот пользователь которого вы выбрали плюс добавится окошко в котором вы можете выбрать дополнительных пользователей то есть с кем вы хотите вести групповой чат после этого вы присвоите имя чата допустим ведете тест чат утвердите это название и опять же перед вами появится окно группового чата где будут отображаться сообщения всех участников что можно делать в окне чата первое что мы видим это в правом верхнем углу это шестеренка это настройки чата настройки пока простые здесь мы можем выбрать фон на котором будут отображаться наши сообщения есть уже предустановленные шаблоны вы можете выбирать присвоить для каждого чата свой шаблон какой-то выбрать дальше здесь можно отключить уведомления что имеется ввиду если вам будет написано сообщение в этом чате вам придет уведомление на телефон он вам просигналит или выдаст информационное окошко что получено новое сообщение будьте добры посмотрите и здесь же можно еще очистить историю чата если у вас уже очень много всего там набралось одной кнопкой взяли очистили сразу все когда вы выбрали свои настройки нажимаете сохранить и они будут записаны в вашем кабинете дальше здесь же в возможностях чата есть инструменты для работы с сообщением конечно же главное окошко это беленькое там где мы вводим текст нашего сообщения но есть еще дополнительные инструменты такие как скрепочка это прикрепить файл она разворачивает свой набор инструментов мы дальше его посмотрим стикеры они же смайлы как мы их называем по другому здесь есть еще такой замочек это секретное сообщение что имеется ввиду это сообщение ну скажем так для любителей посплетничать то есть оно нигде не запишется оно будет отображено всего лишь 10 секунд после получения то есть человек получил его посмотрел и через 10 секунд оно исчезло и больше его в чате ну и конечно же стрелочка это отправит наши сообщения далее давайте посмотрим более развернуто наши стикеры они же смайлы представлены они в трех вариантах то есть после того как мы выбрали вставку смайлика перед нами появляется меню из трех разных подгрупп то есть первая подгруппа это в формате 2D то есть обычные рисованные двухмерные смайлики которые мы видим в принципе в других приложениях далее стикеры в формате 3D то есть это уже как более более красивые более объемные смайлики все смайлики рисуются профессиональным художником то есть мы не покупаем их не копируем у кого-то то есть это такое своеобразное авторское право и наша такая можно сказать фишка здесь набор представлен конечно же не есть вы в своем телефоне посмотрите там намного больше скажу по секрету в основном пользуются трехмерными смайлами очень красивые нигде таких больше нет и третий вариант это анимированные смайлы конечно же эта картинка не покажет всего но это смайлики которые движутся то есть они тоже по своей тематике разграничены то есть вы можете посмотреть что есть что представлено смешное и интересное дополнение к вашим сообщениям далее по поводу есть еще такая функция отправка своего местоположения это вот в скрепочке можно теперь выбрать такую новую функцию то есть помимо того что там можно отправить файл можно сделать снимок то есть вы можете послать фотографию вот настоящего момента вы находитесь в каком-то живописном месте решили поделиться со своими друзьями отправили фотографию прикрепили ее в джеме и ваш друг ее увидит также вот здесь есть отправить местоположение для чего это нужно не все могут объяснить где он где находится он в данный момент допустим или наоборот хочет удивить человека что да я нахожусь именно здесь кто-то может отправить местоположение чтобы человек нашел его по GPS навигатору кто-то может просто сказать что я нахожусь здесь и не объясняя какие-то улицы чем-то доехать человек просто откроет карту и посмотрит где вы находитесь итак что нам для этого нужно открываем текстовое сообщение нажимаем скрепочку выбираем пункт отправить местоположение и если все нормально у вас появляется в чате такое название местоположение на которое потом любой пользователь если по-моему чат это любой пользователь этого чата либо адресат которому вы персонально пишете нажимает на местоположение и у него откроется карта где будет точечка или галочкой обозначено место где вы находитесь если же не все нормально у вас появится сообщение настройка местоположения то есть это означает что у вас стоит запрет на доступ к вашим диаграммам в основном предустановки предустановленных заводских настройках этот доступ разрешен по умолчанию ну мало ли вот дети игрались там или еще что-то то есть отключен у вас поэтому у вас появляется информационное окошко настройки местоположения вы выбираете настройки и попадаете в настройки местоположения если у вас они не выбраны то у вас отсутствуют зеленые галочки если вы хотите включить то выбираете верхний пункт доступ к геоданным у вас появляются все три зеленые галочки вы сворачиваете это окошко и у вас появляется уже запрос на открытие местоположения то есть выбор той программы которая есть у вас в телефоне либо это будут карты google яндекс карты либо то и другое вы по своему усмотрению выбираете чем открыть и посмотреть карту присланную вами кузовом секунду то есть человек уже сможет с помощью приложений карты открыть и посмотреть что же вы ему прославили дальше приложение есть еще свои стандартные настройки программы здесь опять же пока небольшой выбор то есть верхний пункт это пригласить друга через которое мы приглашаем новых абонентов новых лиц приглашения джем нажав на этот пункт перед нами представится окошко где будут видны наши приглашенные список тех которые мы уже пригласили здесь допустим указан 0 ожидаемые это те которые мы уже отослали приложение и ждем когда же они скачают приложение джем к себе на телефон и зарегистрироваться под тем номером на которое пришло приглашение после этого они из разряда ожидаемых перейдут в разряда приглашения чтобы добавить здесь человека нужно в правом верхнем углу нажать плюсик и выбрать действие по какому номеру вы хотите пригласить выбрать номер из списка своей контактной книги или вы допустим получили номер по скайпу электронный ящик свой таким путем мы выбираем пункт выбрать новый номер телефона мы введем его вручную и человек появится в нашем списке после того как мы приглашаем человека этому абоненту отправляется смс сообщение с вашим приглашением в котором будет указан текст и ссылка на скачивание приложения ссылка сейчас пока не активна то есть человек должен набрать сам но впоследствии это уже недавно уговорено ссылка будет активна чтобы человек сразу в сообщении нажал ссылку и перешел на нужную страницу для скача также оговаривается сейчас что сообщение вы сможете сами выбирать есть сейчас какой-то предустановленный шаблон но вы сможете сами выбрать тот текст который вам по душе все ли написали может вы хотите не одно сообщение два три четыре расписать человеку так сказать конкретно уже все вот то есть это все будет далее следим за обновлениями это все найдет впереди дальше здесь есть просто в меню настройки есть еще подпункт настройки что здесь здесь мы можем вставить свою фотографию для этого просто нужно нажать на кружочек где отображают где изначально пустое место то есть но будет предложен выбор то есть откуда взять вашу фотографию то есть либо с камеры вы тут же себя сфотографируете либо у вас есть какая-то уже готовая фотография в вашей галерее то есть откроется галерея и вы сможете выбрать нужное вам здесь указывается имя пользователя под которым вы будете отражаться у всех в чатах и в контактных книгах и пока на этом все то есть здесь еще будет забор данных с фейсбук опять же сейчас эта кнопка подключается то есть она уже есть но еще до конца не настроен то есть возможно будет подключить свой аккаунт с фейсбук и оттуда будут браться скорее всего данные ваши возможно какие-то контактные данные ваших из вашего списка контактов на фейсбуке скорее всего можно будет еще и приглашать после того как вы ввели своими пользователя фотографии нажимаем продолжить и все эти данные будут сохранены в вашем кабине далее есть еще такая пунктик мы его здесь пропустили обновить контакты он не расписан что это имеется ввиду если вы добавили пользователя какого-то вот именно сейчас вы внесли в опресную книгу телефона и тут же хотите его добавить в джем для джем берет все контакты вашей адресной книги но это не происходит постоянно запор происходит допустим каждую минуту каждые две минуты какой-то временной но вы хотите именно вот сейчас у вас есть время добавить его в джем поэтому перед этой добавкой нужно нажать обновить контакты джем тогда быстренько обновить вашу контактную книгу посмотрит что там нового и добавит ее в свою адресную книгу где вы уже увидите этого пользователя и сможете быстренько его пригласить или добавить как вам будет угодно также здесь есть еще один пункт о нас для чего он нужен этот пункт изначально вот как пользователь он нужен только для того чтобы посмотреть номер версии джема который установлен на вашем телефоне не у всех джем обновляется у кого-то плохо на стороне плеймаркет там есть функция автообновления она должна быть включена и тогда приложение сами будет обновляться кто-то хочет сам просто взять руками зайти в плеймаркет обновить то есть не ждать когда плеймаркет вспомнит о нем и уведомит что вышло новое обновление будьте добры зайдите то есть он уже где-то допустим в скайпе или в чатах прочитал что да вышла новая версия 3.3.1 надо бы обновиться поэтому нужно зайти у себя в программу джем посмотреть о нас что же у вас установлен то есть если у вас версии 2 то нужно хотя бы зайти в плеймаркет подождать либо вам выйдет уведомление там есть установлены ваши приложения и там есть уведомление либо зайти на страницу джем и посмотреть если обновление есть то вам будет предложено обновить программу нажимаете обновление и она обновится на вашем телефоне хочу немножко поговорить о том что почему же джем ждет успех все мы знаем что количество смартфонов ежегодно растет не просто ежегодно ежемесячно ежедневно то есть постоянно это количество увеличивается если немножко заглянуть назад в прошлое мы раньше даже не могли отличить что же такое смартфон чем он отличается от обычного телефона не использовали какие-то стройные интересные функции но за каких-то 2-3-4 года на рынок было выложено очень много различных смартфонов различных мобильных приложений они плотно вошли в нашу жизнь и это все количество будет увеличиваться с каждым выбором все больше больше и больше каждый год объем продаваемых мобильных приложений убаивается то есть если раньше на нашем мобильном телефоне было представлено несколько значков в виде там калькулятора какой-то адресной книги выхода в интернет с простейшим браузером то теперь уже с завода приложение смартфон идет с минимумом наверное 20 приложений предустановленным плюс открывая какой-то из них тот же google вам предложат установить еще наверное недвидесяток то есть приложений очень много и они будут и будут развиваться удваиваться и стеряться с каждым годом но почему же вот как джем хочет занять свою нишу то есть может быть конечно это и не сильно уникально то есть может уже кто-то делает это но сейчас вся команда джинетворк довольно-таки большая сетевая команда продвигает приложение джем то есть это не просто как в других компаниях есть какой-то отдел маркетинга который там делает рекламу делает какие-то оповещения кто-то что-то тестирует отдельные тестировщики над этим приложением работает вешеная огромная команда то есть все мы вместе и маркетологи которые продвигают приложение здесь же мы все тестировщики то есть от каждого из вас мы ждем какой-то отклик предложения может что-то добавить может что-то убрать может что-то поменять каждый из вас в своей семье по-любому рассказал о приложении джем то есть если даже математически немножко подойти к этому вопросу то каждый из вас я думаю поймет что джем будет раскручен и будет подключено очень много людей даже если взять самый пессимистический прогноз допустим в G-Network взять не все количество зарегистрированных пользователей а только самых активных пускай это будет 10 тысяч человек в каждой семье есть как минимум два смартфона минимум потому что я говорю у кого-то 5 у кого-то 1 у кого-то нет вообще в среднем минимум 2 то есть это уже 20 тысяч у каждого есть родственники с которыми они общаются вы опять же можете приложить усилия и попросить просто попросить что давайте помогите тестирую интересный проект давайте попробуем есть может у вас что-то новое я не буду рассказывать как правильно приглашать людей но это просто такой взгляд что на самом деле все просто 10 человек может найти каждый из вас это родственники это сотрудники по работе друзья я думаю вы каждый можете подойти к своему другу и сказать Саша Петя Тамара Маша попробуй давай вместе попробуй я вот тестирую я не говорю что на этом можно еще заработать нет просто просьба о помощи просто попросить это весело это вместе это какое-то общение а если приложить к этому еще какие-то усилия дополнительные то можно еще конечно на этом заработать но это уже все в следующей презентации там уже наши лидеры вам расскажут как правильно выбирать подход что нужно рассказывать что нужно представлять если у кого-то из вас есть сейчас вопросы вы можете написать их в чате я постараюсь ответить всю ленту чата я конечно же сейчас уже не просмотрю за полчаса было написано очень много но на основные сейчас постараюсь ответить ну конечно же запись школы это и будет впоследствии будет выложена ссылка вы сможете посмотреть на нашем портале youtube эту композицию в записи есть вот такой вопрос у меня не появляется местоположение то есть новой функции не отмечается точка на карте это известная в принципе проблема есть две основные карты это карты google и карты яндекс в картах яндекс то есть если у вас установлен на телефоне точка отмечается на карте сразу то есть она видна ее можно увеличить там будут еще координаты расположения в картах google сейчас идет настройка то есть мы перенастраивали немножко свое приложение то есть эта точка синенькая она будет отображаться сейчас мы доводим это до конца сейчас пока определяется только район район нахождения пользователя но впоследствии все будут изменения и будет нормально все отражено есть такой вопрос еще какую ссылку сейчас можно отправлять для приглашения чтобы она работала ну смотрите сейчас в том сообщении которое делает приложение джем для приглашения абонента не будет сейчас никакая ссылка чтобы работала то есть в ближайшем обновлении до конца недели следующий будет выпущено обновление где ссылка автоматом уже вставлена скорее всего это будет gold jimis то есть и при нажатии прям сообщения на эту ссылку человек будет переходить play market сразу на страницу с сейчас вы можете самостоятельно сделать короткую ссылку с play market и вставлять ее в свое сообщение есть еще такой вопрос у некоторых партнеров при установке приложения джем или же при его открытии идет очень долгая загрузка и занимает она даже не 15 минут а вот еще дольше связано это с чем скорее всего на этом телефоне загружена оперативная память то есть нужно будет либо ну просто нужно будет почистить телефон то есть чаще всего это происходит когда человек забивает свой телефон просмотром прослушивания музыки вконтакте либо просмотром онлайн видео какого-то то есть все это в виде кэша оседает на вашей оперативной памяти периодически нужно пользоваться утилитами для очистки своего телефона запустили утилиту она почистила все временные файлы не нужные это ненужные файлы они исчезают при следующей загрузке телефона то есть если его перезагрузить весь кэш у вас исчезнет но можно это сделать просто руками сейчас очень много предустановленных программ которые будут в заводе встроены в ваш телефон можно воспользоваться им почистили телефон если не получилось установить и повторить попытку установки снова есть такой вопрос можно ли скачивать приложение без регистрации в компании да конечно же можно скачать приложение попробовать его это приложение в свободном доступе конечно же любой человек может это сделать есть еще вопрос от Светланы при добавлении контакта появляется окно с различными приложениями через которые предлагают ставить смс-приглашение сейчас напомню что программа находится в стадии разработки поэтому какие-то функции будут появляться какие-то убираться по мере написания нашего роста нашего приложения то есть сейчас работает только через смс но конечно же дальше как и все нормальные приложения мы будем сделать приглашение на добавление джем через различные другие мессенджеры то есть будь то скайп будь то электронная почта допустим вот тот же ватсап какие-то другие может там те же одноклассники не знаю мы думаем что это будет поэтому будут какие-то появляются кнопки новые возможности все это будет рассказано в наших следующих школах по мере поступления есть еще такой вопрос часто его тоже задают как тогда узнать что человек по моей рекомендации я уже говорил что номером телефона номер телефона является вашим же логином соответственно если вы у себя в телефоне отсылаете приглашение человеку то есть вы же отсылаете его по какому-то телефонному номеру этот человек фиксируется у вас в ожидаеме то есть он ждет далее после того как человек получил приглашение он идет допустим тот же Play Market или сидит с вами и вы ему помогаете это сделать скачет приложение устанавливает у себя и регистрируется под этим жером в котором вы его приглашали после этого джем фиксирует что это ваш приглашенный и у вас же в приложении джем он из списка ожидаемых попадает в список приглашенных это все фиксируется на сервере то есть конечно же этот человек становится вашим приглашенным есть еще такой вопрос что каждый приглашенный это стоимость одной смски да конечно же смска это сейчас одно из самых надежных приглашений впоследствии то есть ну вы сами же видели что мы будем приглашать через другие программы то есть где-то приглашение приглашение придет на электронную почту где-то вы воспользуетесь тем же профилем фейсбуке ему в фейсбук придет приглашение то есть сейчас пока да смс это самый простой самый надежный способ далее это будет все все эти возможности функционала расширяться увеличиваться есть еще тоже вопрос от Натальи человек скачавший в джем по приглашению через смс не попадает в раздел приглашенный мы его пригласили но он почему-то в приглашенный не попал посмотрите еще раз у себя в телефонной книге забит ли у вас номер в международном формате потому что такая проблема была и в принципе мы сейчас решаем как от этого отойти то есть возможно впоследствии не надо переименовывать всю свою контактную книгу в международный формат и джем это будет делать самостоятельно но сейчас пока вот так тех людей которые вы хотите пригласить проверьте их номера у себя непосредственно в контактах телефона потому что такое было и у меня было такое же на телефоне то есть когда я привел все в порядок все нормально появилось пригласилось дошли смс все было уже нормально так дорогие друзья остальные вопросы мы рассмотрим на остальных наших конференциях скажем так мое время тоже ограничено и после меня тоже будет будет другая конференция в принципе можете не уходить а конечно же остаться я думаю будет интересно и дальше я еще раз хочу сказать всем спасибо за то что вы ходите на наши школы за то что вы обучаетесь сами и помогаете обучаться и нам то есть мы знаем что рассказывать кому что интересно еще раз всем спасибо желаю всем успехов хорошего настроения скорой весна еще раз всем удачи до свидания